Мой дом, моя крепость. Под таким лозунгом все лето в Наринмаре и поселке Искатели проходили дворовые праздники. По задумке организаторов, такие встречи сближают соседи, разбавляют рабочие будни и, самое главное, позволяют решать важные вопросы в жизни микрорайона. Что уже удалось сделать, узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. И у нас в гостях инициатор дворовых праздников, руководитель общественного проекта «Управдом», депутат городского совета Вера Дроздова и председатель молодежного комедвижения Томлун Мария Потеминская. Здравствуйте, Вера Авенировна. Здравствуйте, Мария. Ну и вопрос к Вере Авенировне. Почему решили возрождать такую традицию? Она ведь к нам пришла из советских времен. Да, существует давняя традиция. Традиция доброжелательских отношений в жизни соседей. Говорят, ближний сосед лучше дальнего родственника. Но, к сожалению, все такие давние традиции, к сожалению, сейчас в наше время, они немножко утрачивают свою действенность. И, смотрите, телефоны, интернет заменяют нам живое общение. Затем мы еще... Изменилась жилищная политика, жилищная ситуация изменилась. Дома меняются, становится больше, строятся новые микрорайоны. И, соответственно, как-то мы уже с соседями немножко разучились разговаривать на языке доброжелательства. И от этого зависит очень многое. Многое зависит. Комфортное проживание, уютное проживание в нашем доме. От этого зависит многое. Потому что не только новые построенные детские площадки, не только хорошие дороги, не только хорошие дома, комфортные, хорошими, уютными квартирами делают нашу жизнь уютной и комфортной. Но и наши соседи. Как мы с ними себя ведем сами и как по отношению к нам ведут наши соседи. От этого зависит уют в нашем доме. И также зависит от этого еще наши платежи в управляющую компанию. Проект «Управдом» как раз на это и направлен. Необходимо научиться разговаривать между собой, отстаивать интересы перед управляющей организацией. Как мы будем содержать свое общедомовое имущество? Правильно ли? Как мы сможем договориться между собой и отстаивать свои управляющие компании? Вот это очень много вопросов задевает именно умение разговаривать, умение договариваться между собой. И как раз проект «Управдом», который мы давно уже в этот проект «Управдом» ведем, начинался как просто ликбез для управдомовцев, проект «Управдом», для того, чтобы мы разъясняли их права, обязанности по ведению общедомового имущества. Но сейчас уже встал вопрос, как научиться разговаривать. Мы выбираем советы домов. Советы домов очень много сейчас делают уже. Остаивать права, проживающие в данном доме. Но, к сожалению, мы сами забываем свои обязанности, свои права. И у нас с прошлого, с 2006 года в России уже отмечается праздник «День соседей», «Международный день соседей». В этом году этот праздник был 27 мая. И мы по проекту решили провести этот праздник именно в новом квартале домов. Там, где люди еще друг друга не знают. Там, где очень много детей. На Сущинского 4 получили квартиры многодетные семьи. Также на «Авиатору-22» получили квартиры люди высокого возраста. И вот праздник мы организовали с общественными организациями совместно. И этот праздник проявил не только активистов, которые готовы работать в советах домов. Этот праздник проявил еще людей, которым нужна наша поддержка, соседская поддержка. Ну вот такие посылки у нас были по проведению праздника этого по нашему проекту. Сколько уже праздников удалось провести и в каких районах? Ну, первый праздник мы провели 27 мая. Мы, в принципе, когда по проекту «Управдом» начинали этот проект и провести праздник 27 мая, мы не предполагали, что он так выглядит, такой продолжительный проект. Вот. У нас 27 мая, я в мае обратилась к общественным организациям «Чудо-ручки», «Ударин мир», «Молодая гвардия», «Союз женщин России», советы домов, которые там находятся в домах, «Сущинского 4», «Авиатору-22», «24», «26». Все общественные объединения подключили. Общественные объединения. Значит, чистый город предприятие нам установил, установил палатки. Зоя Андреевна, совершенно не проживающая в наших домах, не являющая никакой общественной организацией, тем не менее, к нам пришла и играла на гармонии, мы пели песни. В общем-то, все неравнодушные, доброжелательные люди пришли туда и организовали праздник для соседей. Участковый пришел, поздравил. Также пришли из департамента строительства, из ЖКХ округа, поздравили с этим праздником. Город пришел, поздравил с праздником. В общем-то, праздник удался на славу, мы считаем так. И он как раз всем понравился. И вот мы привели в субботу праздник, а в понедельник ко мне были звонки. Всем понравился праздник. И ко мне обратилась Мария Потемельская, мы познакомились с ней как раз на этом празднике. Мы до этого друг друга не знали. И в понедельник она мне позвонила и сказала, знаете, давайте мы его продолжим. Мы будем этот праздник проводить два раза в неделю. Я говорю, нет, Мария, мы два раза в неделю этот праздник не осилим. Тем более, что все общественники, они волонтеры. Они приходят бесплатно, проводят это мероприятие в этот двор, тратя свое время. И, соответственно, они где-то работают на работе, поэтому могут только приходить сюда. Они в рабочее время. И собрались мы в Доме детского творчества, так, ведь в понедельник все общественные организации. Мария Потемельская у нас всех собрала, общественные организации. Давайте, Мария, поподробнее расскажите, вот как вы решились участвовать в этом празднике и почему возникло такое желание? Ну, меня пригласили от Дома детского творчества проводить мастер-класс. Мы изготавливали с детишками резиночки для волос. Приходили братики с сестричками, сестрички с братиками. И дальше братики делали своим сестричкам резиночки. Было так очень приятно. Они с большим удовольствием все это делали. Было очень приятно. И, ну, получается, праздник прошел. И вот как-то вот появилось такое желание с детьми этими еще раз встретиться. Я позвонила Вере Авинировне, хотя я так, ну, волновалась звонить, не звонить, но позвонила. И предложила такую идею, как Вера Авинировна уже сказала, два раза в неделю. Ну, два раза в неделю, как вы понимаете, это действительно ее волонтеру свое время. Личное. Да. А вы там выступаете вместе с организацией ТОМЛУ. Чем она занимается и что вы на этом празднике делаете? Да, вот я еще являюсь председателем КОМИ-молодежного движения ТОМЛУ. Мы с ребятами, в этом движении мы с ребятами изучаем свои традиции КОМИ-народа. Также изучаем КОМИ-язык. Потому что со временем, ну, все забывается. Если дома не говорят, бабушки, папы, мамы не поддерживают. Вот разговорную речь на КОМИ-языке. Ну, мы учим. У нас есть учитель Дарья Филиппина-Литкова. И один раз в неделю мы встречаемся. А на праздники как вы обучали людей КОМИ-языку? Мы обучали КОМИ-культуре. То есть это было все на играх. Это с ребятами разукрашивали раскраски, где на КОМИ-картинке. То есть девочка в КОМИ-костюме. И, соответственно, еще показывали куколки, которые тоже были одеты в КОМИ-наряды. И сами тоже были одеты в КОМИ-наряде. То есть таким образом. Да, также игры, городки проводили, горячая рука, вот, как алюка, кочерга. Тоже было очень здорово. Вера Анинировна, что самое сложное вот в организации этих праздников? Ведь, наверное, все уже отвыкли так собираться всем двором. И как людей сподвигнуть и вывезти из квартиры, допустим, субботним днем? Знаете, на удивление очень легко все откликаются. Значит, у нас в июне месяце мы проводили игры тематические. Мы обратились в этот культурный центр, и методисты этого культурного центра проводили игры. По КОМИ-культуре, как Мария сказала. Затем по ненецкой культуре, по славянской культуре. Они приходили в соответствующих нарядах, методисты, проводили именно игры той культуры, которую они представляют. Это было очень интересно, познавательно. И самое тяжелое, наверное, вывести родителей. Поначалу было так именно, но потом постепенно, когда... Мы через детей получилось. Дети выходят. Они привыкли каждую пятницу в 5 часов. Во дворе мы проводим игры. Они к этому уже привыкли. Даже когда был очень сильный дождь, мы думали, что у них тоже не выйдет. Тем не менее, у нас было около 40 детей. И пришли все волонтеры. Палатки, которые мы поставили в части города, нам очень пригодились в тот день. Чаем поили уже потом. Мы первый чай, конечно, у нас был в «Женщина России» первый праздник проводил, и чаем поили. А потом уже чайная церемония у нас как раз проводилась с помощью советов домов. То есть родители сами уносили чайники, пекли пироги и уже поили чаем. Вот через такие маленькие дела делается большое дело. Делается большое дело, доброжелательство. Потому что и родители потом стали выходить. Но самое интересное, когда начали проводить больше игр в других дворах, ну, город маленький, мы все друг друга слышим, хорошее начинание. Потом не только к нам еще родители стали присоединяться. Вот у нас проводилась игра в Качгрессе. Там вышли уже на улице строительные, там большая детская площадка. Вышли не только дети с родителем, родителей было очень много, но и ветеранской организации рыбокомината. И совместное мероприятие вот как раз, оно же очень сближает. Бабушки, родители, дети, внуки все вместе. Было очень весело играть. Городки. Мы также хотим еще проводить игры лапту. В общем-то, задумок очень много. И сейчас уже после тех игр, которые мы проводили, родители сами уже выходят с детьми играть. Это самое... Вот мое детство будет, то есть моего детства. У нас родители сами делали, нам качели, играли с нами. Но сейчас надо возрождать. Потому что самое главное, конечно, общение с детьми, это очень сближает во дворе. Все-таки воспитание патриотических чувств у ребенка, любви к своему двору, любви к своей малой родине, к своей большой России, вот через семью надо это воспитывать. Через совместное времяпровождение игр в своем дворе. Пока дети играют, родители решают важные вопросы. Родители вместе с детьми играют. И через это решают большие важные вопросы. А потом уже, конечно, когда вот уже как бы мини-группы собираются, советы домов, уже потом уже после этого, после праздников, мы договариваемся на праздник, когда собираемся. Допустим, у нас в рыбокомнате уже на этом мероприятии создался совет домов. А в других, также в дворах каких-то совет домов начинают знакомиться, люди знакомятся друг с другом. И уже большие проблемы решают. Вот у нас на ВИАТР-26 Соколова Надежда Юрьевна проводит мероприятие весь август. В результате у них создался ТОС. Молодежный. Потому что в этом доме тоже проживает очень много детей. Есть детская площадка хорошая. Мероприятия проводили в плохую погоду. Она даже приглашала к себе домой детей. Вот. На Сучинского 4 у нас совет дома тоже хорошо стал работать. Мы же одновременно еще приглашаем управляющих организаций на эти мероприятия. чтобы они видели, как общаются дети, что необходимо надо сделать во дворе, чтобы было комфортно проживать. То есть это эффективный инструмент решения дворовых и районов. Очень много вопросов. Потому что на языке доброжелательства надо уметь договариваться между собой. Это самое главное. Потому что, еще раз повторяю, наше уютное и комфортное проживание зависит от нас, уважаемых соседей. Давайте жить дружно. Ну, какие перспективы этого праздника и чего в конечном итоге вы хотите достичь? Идей очень много. Вот сейчас осенью, конечно, игры пока не проводили, да, потому что у нас все-таки и своя работа, и свои семьи. Но вот на зиму у нас уже тоже много идей проведения каких-то игр во дворах, зимних игр. И надеемся, что общественные организации и не только, и Мария, и все откликнутся на наши задумки и все-таки поддержат нас. Самое-то главное, самое главное, мы все-таки немножко добились чего-то. Потому что дети, вот, когда вот Мария, она так очень скромный человек, она вот, у нее была хорошая идея. Мы на Сущинского 4, они друг друга там дети не знают, они еще только заселяются в эти дома. Мы раздавали бычки с именами, они уже друг к другу обращались по имени, затем они познакомились друг с другом, родители рассказывают, что они уже дружат между собой, начинают общаться. И самое главное, что все-таки дети, ну, как-то сплачиваются они между собой. Вот. Вот этот, вот, маленький шаг сделан уже в этом дворе, и дальше надо идти. В этом дворе, в других дворах тоже так же, на детских площадках. Мы столько настроили детские площадки в городе, необходимо, чтобы научились дети играть на этих детских площадках правильно. Согласитесь. Мария, какие у вас вот еще идеи, и где бы еще хотели провести такие праздники? По поводу, какие, может быть, игры, да, какие вот, что сделать, что очень важно, чтобы дети начали дружить, общаться между собой, может, какие-то игры, какие-то формы взаимообратной связи? Ну, вообще, хотелось бы, чтобы родители проявляли инициативу прежде всего. У нас сейчас такой современный мир, то есть мы больше стараемся заработать, чтобы обеспечить своего ребенка. Но, тем не менее, забывая немножко про него, потому что мы меньше уделяем времени, на самом деле. Работаем больше, а ребенку меньше времени уделяем. Как-то стараться в выходные выходить, пусть даже тот же концерт, дворовая площадка. Дети должны общаться, не только в сети, как у нас на самом деле все это, в ВКонтакте, в друге, в округе сидят. Выходить на улицу, общаться, разговаривать, проводить игры. А где можно узнать о ваших праздниках? Да, у нас есть группа ВКонтакте «Дружный двор НАО». И всю информацию, которая у нас есть, мы скидываем туда, вот в эту группу. Вообще, как бы волонтерам очень нравилось проводить, и нравится проводить эти игры. Они меня все время спрашивают, «Мария Алексеевна, когда же мы будем проводить игры?» То есть и на все большие праздники, я так понимаю, на Новый год, и на 8 марта будут вот эти встречи дворовые? Ну, вообще, как бы должна быть эта инициатива где-то и родителей, так ведь? И общественных организаций, ярмарки НКО, вот у нас ярмарка была. Вот у нас, получается, есть, очень много сейчас создаются общественные организации, ТОСы, территориальное общественное управление. Особенно у нас сейчас пока ТОСы создаются в микрорайонах недольной застройки. Вот ТОС Мирный замечательно провел этот праздник. Они не только, мы провели там игры и с комикультурой, так было там у нас, комикультура, они поставили чум, они организовали концерт своими силами, чаепитие, шашлык организовали, там играли и дети, и папы. Пока дети соревновались между собой в силе, после этого папы соревновались. Было очень весело, вот именно такое живое общение ничто не заменит. Нам еще погода благоволила, конечно, в тот день. Вот советы домов, территориальное общественное самоуправление, просто активисты, которые проживающие в домах, это очень важно. Кстати, на Вятров 22, после того, как мы провели праздник, мы выявили группу лиц, ну как бы высокого возраста. На Вятров 22, когда проводили праздник по комикультуре, вышли бабушки, пели с нами песни на коми-языке, потому что у нас музыкальное сопровождение всегда было тематическое, той культуры, которой мы представляем. Коми-культура, славянская культура, ненецкая культура. И бабушки всегда откликались так хорошо, на наши праздники тоже приходили. И мы как раз выяснили, что в Вятров 22 проживают такие-то одинокие бабушки. И уже в августе месяце мы собрали их вместе и съездили мы в лес и пели песни тоже так же вместе. В общем-то, главное видеть, что нам нужно. В каждом дворе своя специфика. В каждом дворе разные люди живут. И что нам нужно, мы сами знаем. Те, кто проживаем в нашем доме, как говорится. И поэтому мы очень рады, когда активные люди во всех дворах проявляются и готовы помогать нам. А мы готовы сотрудничать с ними обязательно. Потому что все праздники, которые мы проводили, это праздники волонтёрские. Волонтёры сами приходили, мы ни копейки из бюджета не брали. Это всё мы делаем сами, своими руками. То есть малозатратные праздники проводим. Но было очень весело, потому что мы тратим своё время. Вот, можно громко сказать, свою душу. Мы вкладываем своё сердце в этот праздник. Оно нам в бюджете не обходится ни копейки. Но это очень бесценно. Бесценное время, которое мы тратим на своих детей. Помнить надо об этом родителям. А есть ли идея вот такую практику ввести в деревнях больших, допустим, в Неси, в Красном, где также есть многоквартирные дома и, возможно, соседи не очень хорошо знакомы? Ну, конечно же. Вот Молодая Гвардия, общественная организация, вместе с Томлун, они проводили проявления. Мария, можешь рассказать? Мы ездили в посёлок Нельминос. Очень ребятам понравилось, родителям понравилось. Там проходил мальчик по футболу. Были спортсмены с города и спортсмены с самого Нельминоса. играли. И вот они играли, а мы уже с детьми проводили праздник, то есть весёлые старты проводили, аквагрим, мыльное шоу, которое очень понравилось детям. Много людей пришли. Детей было много, взрослые с детьми были. Чайпитие в конце организовали. Теперь есть, наверное, в планах и в другие посёлки съездить. Они готовы. Мы готовы, конечно. В Красном были тоже. Очень понравилось. Кстати, детям дискотеку организовали. Очень понравилось. То есть и общение получается детей из города и с посёлка Красного. И до сих пор они общаются в контакте. То есть не каждый может себе ребёнок позволить хотя бы даже раз в неделю съездить в Красное. То есть продолжение всё-таки есть. Да, продолжение есть. То есть дети общались. и общаются до сих пор друг с другом. Вера Венеровна, есть ли какие-то реальные проблемы, которые удалось решить за счёт этих праздников, когда родители пообщались, домовой совет пообщался, решил, что надо действовать, скооперироваться и решить? Ну вот я и говорю, что у нас, получается, на Вятрово-26 создался ТОС, территориальное общественное направление. Там совет дома работает очень активно. Они в течение августа проводили мероприятия для своих детей. В этом уже без нас участия сами. Базо-7 у нас Ущинского-4, также мы очень хорошо работаем с управляющей организацией, тоже так же активизировался совет дома. Улица строительной организовали совет, совет советов домов, так можно сказать, да, совет ветеранов, совет ветеранов, которые очень активно взялись за вопросы благоустройства своих домов. они получаются, что им непонятно бывает, что в одном доме, рядом стоящем, одинаковом доме разные платежи бывают, управляющие компании разные, разные платежи. Вот как раз они сейчас проводят мониторинг по платежам в разных домах, затем провели мониторинг территории бывшего рабокомината, им это очень больно смотреть, как иногда территорию их немножко используют, не очень доброжелательно, так скажем, прямо. Они, конечно, провели мониторинг, сами провели рейд совместно с депутатами, а материалы все отдали в муниципальный контроль после рейда. Затем вот это все-таки маленькие шаги и, в общем-то, я уже даже не могу сказать, что маленькие, потому что люди начинают активно управлять своей территорией. Они перестают быть безучастными. Вот это вот, также очень активно работают центры активного гражданина поселка Лисозавода. У нас ведь открыты центры активного гражданина на улице Рыбников, в Качгридсе, в конторе рабокомината, и на Калмыково. И вот как раз активисты начинают там собираться. В общем-то, наше движение, игры, которые мы проводили для детей, вроде бы так, да, для детей, оно немножко расширилось в своей рамке, и начали люди активно участвовать в своей жизни, через детей. Вот мы идем, еще хотелось бы, конечно, вовлечь в мероприятие подростков, потому что на наше мероприятие приходила группа детей от 6-ти лет до 10-ти, до 11-ти. Подросткам с нами пока было неинтересно, единственное, что вот на улице, ну, у них несколько другой уже интерес, вот, на улице Строительной, там у нас ассоциация бокса, так, федеральная ассоциация бокса, Гусев, и проводили мастер-классы по боксу, и тренировку по футболу, вот там подростки были задействованы, поэтому, когда вот на авиатору-26, очень много подростков живут в 2022, они тоже уже начинали собираться, вот, ну, в общем-то, в принципе, то, что мы начали, большой отклик во всем городе нашло, я думаю, что это будет продолжаться обязательно, потому что проект управдом, я еще раз повторяю, он уже длительное время идет в нашем городе, и просто мы еще взяли еще новое направление своей работы. А если вот какой-то двор хочет организовать такой праздник, но есть там активисты, не могут, куда они могут обратиться за поддержкой? Через контакт можно, соответственно, группа у нас, вот, как мы уже говорили, Дружный двор НАУ. Также через депутатов городского совета. Депутаты городского совета во всех наших мероприятиях всегда участвовали. А на какую поддержку они могут рассчитывать? Ну что, у нас, значит, мы, вот, как мы организуем? Мы организуем всегда всех заинтересованных лиц, что, кто нам может помочь? Это обязательно педагоги Дома детское творчество. Все-таки я работаю с детьми, а они на хорошем профессиональном уровне ведут. Этнокультурный центр всегда к нам отвлекается. Управляющие организации всегда мы обращаемся за помощью в чистый город, в городскую администрацию, и все нам помогают. Может быть, у вас есть какое-то предложение для наших зрителей? Вы можете их позвать на этот праздник, и кто что может, тот чем, тот тем поможет. Но сейчас депутаты городского совета рассматривают вопрос устройства детских площадок. Было бы замечательно, если бы мы в своих дворах организовали ледяные городки, ледяные горки. Чистый город нам может оказать помощь некоторую в этом деле, но самое-то главное, это мы, сами люди, должны благоустроить свой двор для того, чтобы нашим детям было интересно на нашем дворе. Спасибо большое, Вера Аминировна, спасибо, Мария. Я напомню, у нас в гостях был инициатор дворовых праздников, руководитель общественного проекта «Управдом», депутат городского совета Вера Дроздова и председатель молодежного комедвижения «Томлун» Мария Потеминская. И говорили мы сегодня о дворовых праздниках, которые проходят в Наринмаре и поселке Искателей. Это актуальное интервью, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин